Баревдзе, здравствуйте, друзья! Я Виктор Мучник. На первом информационном представляю проект «Очевидцы» 24 февраля. Это история тех людей, жизнь которых изменилась в день, когда Россия напала на Украину. Говорят сейчас, об этом пишут многие источники, говорят, Россия в сентябре готовит референдум на оккупированных землях о вхождении этих территорий в состав Российской Федерации. Разумеется, никаких легальных процедур, как устроить, чтобы эти земли законно стали землями России, международно признанными, таких процедур нет. Но российская власть не сильно заботится легальными процедурами юридическими, ей не привыкать, она и Крым в свое время присоединила. Почему бы снова не попробовать? Ну вот накануне Медуза написала о том, что стали известны данные закрытого опроса населения оккупированных территорий. Так вот, там за вхождение в Россию под дулами автоматов высказывается всего 30 процентов. Остальные не хотят. Трудно сказать, насколько эти 30 процентов достоверны, учитывая, что этот опрос проходил на оккупированных территориях. Но факт есть факт. Люди хотят жить в Украине, даже согласно данным этого опроса. Впрочем, я не думаю, что эти данные сильно озаботят российскую власть, если она решит таки проводить референдум. насчитают сколько надо. Хоть 90 процентов. Такая беда. И в этих условиях еще немного социологии. недавний опрос Левада-центра, есть такая социологическая организация в России, говорит нам о том, что около 80 процентов населения России поддерживает политику Владимира Путина. Трудно сказать, опять же, насколько достоверен этот опрос. Насколько об этом спорят интерпретатор таких опросов. говорят, что в авторитарном обществе вообще и во время войны в особенности. Многие люди не хотят говорить то, что думают, когда к ним подходит человек и спрашивает, вы за кого сегодня. На кухне, где люди говорят другое. Но, возможно, не так уж важно, что люди говорят на кухне и что они думают внутри себя. Политическое их поведение сегодня такое, это факт, что массового антивоенного движения, в России нет. И что многие действительно в России сейчас перепуганы или по каким-то другим причинам хотят прислониться к власти. Больших сторонников войны, тех, что готовы прямо в окопы идти, их, конечно, немного. Их реально немного об этом тоже говорит социология. Но пока слишком много тех, которым наплевать, которым все равно. Вот вы, может быть, помните, буквально накануне войны прокат вышел американский фильм, не смотрите наверх, про то, как на Землю несется комета, которая должна убить планету. А людям все равно. А людям все равно. Их интересует секс-скандал какой-то, еще что-то. А комета несется. Вот нынешняя война для России, во всяком случае, точно. Это такая вот комета. А значительная часть людей этого не понимает. Они равнодушны. Сегодняшний наш собеседник, журналист, эмигрант, неравнодушный человек, Артем Филатов, говорит как раз про это, про этот удивительный феномен человеческого равнодушия. Послушайте его. Путин поверил в то, что его обманули в 2014 году, что Запад использует Украину для того, чтобы ему вредить. То есть, мне кажется, что у него все-таки абсолютно неадекватная картина мира. Это абсолютно злодейская уже по масштабам история. И Путин тут выступает как абсолютный злодей. Меня зовут Артем. Артем Филатов. Я журналист. Мне 34 года. Чуть больше года назад. То есть, получается, еще до войны уехал из России. А в России я жил последние годы в Москве и работал сначала на телеканале Art.TVI. Потом я занимался выпуском подкастов, в том числе про российское гражданское общество. В итоге я уехал в начале прошлого лета, когда вот уже, очевидно, сгущались тучи. Над кем-то больше, над кем-то меньше. Вообще я, помимо того, что я занимаюсь журналистикой, я интересуюсь северной идентичностью, с северными странами, с северными регионами России. Сейчас думаю о том, насколько это увлечение, оно актуально. Или во время войны такие темы нужно немножко в сторону отставить. Я работал с монтажером, который удаленно находился в Киеве. И вот он там говорил мне за день до этого, слушай, ну вот как бы до нас-то танки не дойдут. Нам-то сейчас конкретно что? Как-нибудь мы переживем. Вот уже 8 лет с 2014 года у нас на Юго-Востоке, он говорит, вот война. А на следующий день, вот 24-го, этот же парень мне пишет, даже не пишет, там некогда было писать, голосовой присылал, что вот у меня в районе, там, во дворе танки российские в Киеве в тот день были. С одной стороны, я был в очень тихом месте, когда все началось. С другой стороны, вот поскольку общался с теми, кто есть, кто находится в Украине, в Киеве прямо, то как-то очень это было для меня, ну вообще для меня это было шоком. То есть как бы я помню, что 23-го я долго не ложился спать. То есть читал новости, читал твиттер, были там всякие сообщения о том, что какие-то пробки на дорогах в сторону Украины. И, в общем, было понятно, что ничего хорошего не будет. Но когда я проснулся, там, часов 8 утра 24-го, видел новости, что по всей территории Украины, Украины нанесены удары, да, а Россия... Для меня это было абсолютным шоком. То есть я ждал, что будет какая-то эскалация, какое-то напряжение, какая-то война на Юго-Востоке. Но представить такого масштаба я совершенно не мог. И это был просто шок, самый настоящий. И помню, в первые дни я так смотрел на дома, ну, вокруг, и думал там, типа, что будет с этим домом, если прилетит ракета. По поводу поддержки войны россиянами, нашими соотечественниками... Ну, вот, мне кажется, тут надо говорить про свой непосредственный опыт. У меня непосредственного опыта общения с теми, кто поддерживает войну, прям поддерживает прям так, по-настоящему, такого опыта у меня, пожалуй, нет. Я думаю, что, ну, как бы, людей приучали к тому, что не надо, по крайней мере, возражать каким-то действиям начальства, даже если это какие-то чудачества или это злодейства какие-то. Ну, как бы, не надо в это соваться, да. Все очень... Очень многие, большинство, наверное, очень сильно привыкло, что не надо соваться в то, что там где-то делает начальство. Это с одной стороны. И с другой стороны, ну, люди действительно очень многие плохо живут. Вот из тех материалов, которые снимали в России мои коллеги-журналисты, видно, как ужасно живут люди, которые едут на войну, из каких мест они едут. По соцсетям разошелся вот этот сюжет из программы «Вести» на канале «Россия», где отец военного купил на похоронные деньги, на деньги за убитого сына, контрактника, наверное, машину отечественную «Лада», и на ней вот он едет в этом сюжете на кладбище. В память о Сэдди Горе купили. Новая «Лада» куплена на то, что в народе называют гробовыми. Отец говорит, что Алексей мечтал именно о белой, о такой. Выезжает в первый раз на кладбище. Ну вот, как бы, это сюжет, который настолько поразил меня своей какой-то обыденностью и своей чудовищностью. Ну, там человек говорит, да, война — это правильно, надо там уничтожать фашистов и все такое. Для меня просто вообще непонятна эта история с поддержкой войны на каком-то именно человеческом уровне. То есть я, может быть, это одна из причин, почему я, в принципе, уехал из России, потому что некоторые вещи я не понимал совершенно. Как вот эти вещи происходят, как с ними жить. Это было тогда еще не так экстремально перед войной, да. То есть это были все-таки не то, чтобы всегда вопросы жизни и смерти, но какой-то уровень безразличия к насилию, к жестокости, который, не знаю, последние 10 лет только рос, этот уровень безразличия и вообще уровень бытовой какой-то жестокости, какого-то такого агрессии, да, это то, что сразу чувствуешь разницу, да, переезжая из России в другую любую, почти любую страну. Мне кажется, все не так. Ну, то есть есть огромное количество людей, которым просто наплевать на все, что происходит вокруг. Но, в принципе, такие люди есть не только в России, да, но есть еще огромное количество людей, которые просто демонстрируют жестокость, ведут себя неадекватно, и часто это сотрудники полиции, сотрудники тюремной системы. Я как журналист, когда ездил по России, постоянно эту жестокость видел, и она ничем необъяснима. С какой-то даже, мне кажется, радостью, ну, с каким-то удовольствием, там, те же сотрудники ФСИН, это демонстрировали периодически. В том числе просто по отношению к журналистам, которые оказывались рядом с их колониями. То есть у меня такой опыт был, когда там на меня и на моего оператора в колонии, из которой выходил Олег Навальный, в тот же день около колонии с овчаркой и автоматами стали так либо преследовать, либо имитировать преследования сотрудники ФСИН, вот опера-группы. Ну и плюс, да, вот что еще с Россией не так, ну, вот как бы это государство, которое записывает людей в иноагенты, вот куча моих знакомых или даже друзей журналистов стали иностранными агентами за последние полтора года. Ну вот что это такое? Это же совершенно ненормально. То есть мне кажется, что лет так... Можно спорить сколько лет, но очень много лет страна и государство, и страна шли просто не туда, и люди, многие говорили, что, ну, что... Ничего уже страшного не происходит. Ну, мне кажется, все-таки в войне виноват Путин, Владимир Владимирович, и он основной виновник этой войны. Все-таки я думаю, что, ну, так как бы занимаясь обществом российским много лет, ездя по стране, общаясь с людьми, все, что я делал, да, все эти годы, я, в общем, видел, что, ну, да, есть там люди, которые очень агрессивно себя ведут, есть люди, которые себя неадекватно ведут, есть коррупционеры, да, но в целом люди не то чтобы очень плохие, ну, то есть как бы не какие-то супергерои, но нормальные люди. Они не хотят никак вообще не рисковать и поднимать свою жопу с дивана. Это означает, что они не хотят жопу поднимать с дивана, и чтобы протестовать, и чтобы воевать, тоже они не хотят жопу поднимать. То есть, в общем, я думаю, что, что если бы не Владимир Владимирович Путин, то было бы все плюс-минус не очень хорошо, местами плохо. И да, было бы в тюрьме политическим мотивом больше людей. Если бы не желание воевать конкретно Путина, то мы бы, как страна, не стали бы страной-изгоем. Россия бы тогда не напала на Украину и не было бы всех этих каких-то тысяч и тысяч погибших и миллионов бежавших. То есть не было бы всего этого ужаса. В таком, по крайней мере, абсолютно злодейском, концентрированном виде. Потому что это абсолютно злодейская уже по масштабам история. И Путин тут выступает как абсолютный злодей. Мне нравится, как Михаил Фишман объясняет в своей программе, журналист, что Путину нужна эта война, что Путину нужно уничтожить Украину, чтобы не было и примера для России того, что некогда братская страна может стать демократией, может стать по-настоящему полноценной европейской страной. Путин поверил в то, что его обманули в 2014 году, что Запад использует Украину для того, чтобы ему вредить. То есть мне кажется, что у него все-таки абсолютно неадекватная картина мира. Он правда в какой-то степени сошел с ума и не понимает. Ну, как бы не то, что не понимает, но зачем ему понимать. Не интересуется абсолютно тем, что на самом деле происходит. И ему это просто стало надо, как вот такая идея фикс. Когда только началась война, я боялся атомной бомбы. Сейчас как-то мне кажется, что уже и атомной бомбы не боюсь. Я боюсь какого-то вот этого равнодушия, которое часто слышно, ну, как бы доносится из России. То есть такое молчаливое равнодушие. Вообще молчание или вот такое желание обойти стороной всю эту историю, сказать, что война где-то там, и вообще это не война, а спецоперация и так далее, и так далее. Каким-то образом мы видим, что журналисты, которые уехали, они сохраняют возможность создавать свои медиа или развивать даже свои медиа, да. С другой стороны, массовый российский зритель, конечно, остался практически наедине с пропагандой. И пропаганда становится именно абсолютно инфернальной. И с этим инфернальным видеорядом там люди очень долго живут уже. И как их потом переключать на другую картинку, не вполне понятно. С другой стороны, ну вот, я не исключаю, что повестка внутри России, повестка вне России могут как-то разойтись. Мысль моя в том, что все, что создается сейчас за границей, может оказаться каким-то баблом на какую-то аудиторию, которой между собой все эти телеграм-каналы, новые сайты, ютуб-каналы обмениваются, да. И может быть, с одной стороны, все то, что мы видим, как такой признак неумирания медиа, для десятков миллионов абсолютно незаметно вообще. А может быть, это как раз новый путь, смысл и второе дыхание. Что тут правда? Что кажется востребованным теми самыми миллионами, которые живут в России, которые никуда из России не денутся, и из которых Россия никуда не денется? Это вопрос. Я готов вернуться в Россию, когда в России закончится война, когда умрет или будет убит, или как-то свергнут Путин, и когда будут отменены десятки законов, которые являются абсолютно преступными, мракобесными и представляющими угрозу для всех активных людей. Мне стыдно, мне плохо, мне больно. Я понимаю, что это просто чудовищное преступление. Я просто поставила себя на место граждан Украины, которые живет, любят свою страну. Я не могу молчать больше. Я не могу держать это в себе. Это страшно, вот в это поверить, что наши солдаты убивают мирных людей. Как 24 февраля изменила жизнь россиян? Голоса против войны в новом проекте команды ТВ-2 очевидцы на Первом информационном.